Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Что вы сейчас слышали? Слышали одно из воскресений Нового Завета. Зачем пришли в храм? Каждый по-своему может сформулировать ответ на этот вопрос. Но скажу вам, что вообще надо всем по-настоящему. Надо познавать Христа как победителя смерти. Это самая главная причина хождения в храм Божий, почитание воскресного дня и вообще евхаристическая жизнь. Это опытное познание Иисуса Христа, Господа, Божьего Сына и Сына Девы Марии, как сильнейшего над смертью. Все остальное второстепенное. Сегодня слышали мы, как Христос предварил погребальную процессию, выходящую из города. Евреи хоронят в тот же день. Умер, к вечеру надо похоронить. И он намеренно шел, может быть, даже поспешив в этот город Наин, для того, чтобы встретить похоронную процессию. То, что у нас кажется случаем, у Бога это закономерность. Эти сантиметры, миллиметры, секунды, опоздал, успел, не попал, попал, это все нам кажется случайностью, а это все закономерности. Господь шел для того, чтобы встретить похоронную процессию, во главе которой или позади покойника шла мать вдовица безмужняя, которая хоронит единственного сына. В этой женщине можно догадаться, что Христос видел мать свою, потому что она была на момент его жизни уже тогда вдова, а вскоре должна была хоронить единственного сына. Совокупленные воедино все женские скорби в одном человеке. Мужа нет, единственного сына хоронит. И поскольку Христос знает наперед все это, он, быть может, милосердие проявляет именно к этой женщине, потому что в ней соединяются все скорбные качества его матери, которая под крестом будет смотреть на него умирающего. Он идет туда и разговаривает с трупом. Христос говорит с ветром, Христос говорит с демонами, Христос говорит с болезнями. Христос как к живому обращается ко всем, в том числе и к мертвым. Как вы слышали, 37 глава из Икииля обращается как к живым костям Бог. Кости сухие, слушайте слово Господне. То есть вы, трупы, слушайте внимательно. То есть в виду воздух и вы оживите. «Тогда узнаете, что я Господь, когда выведу вас из гробов ваших». На Христе это исполнилось? Мы узнали, что он Господь? Он поднимается из гроба сам? Он из гробов выводит кого-нибудь? Выводит. В пророчество, в знамение, в предуказание будущего. Мы твердо должны уверовать сердцем. Не потому, что церковь сказала, не потому, что мама в детстве так говорила, но что я сердцем знаю, что Христос сильнее смерти, что Христос выведет нас из гробов наших. И мы должны узнать в нем Господа раньше того, чем он выведет нас из гробов. Когда он повыводит нас из гробов, все узнают, что он Господь. Но нам надо знать это раньше. Еще до всеобщего воскресения нужно знать, что он, именно он, выведет нас из гробов наших. Тогда все узнают, что он Господь. А мы уже должны знать это. Знать это не головой, потому что голова это пустой сосуд, предмет темный, изучение не подлежит, как в одном известном фильме говорится. Знать нужно сердцем, всей душой, всеми фибрами. Фибры это маленькие мышцы, это волокна. То есть каждой стрункой души нашей знать, что Христос сильнее смерти. Для этого мы, очевидно, и приходим в храм. А кто не ходит в храм, тот боится тени собственной, шума падающего листа. Потому что смерть угрожает человеку на каждом шагу, в любой цивилизации, в любую эпоху, в любом веку, на каждом меридиане. И человек, не имеющий возможности за одежду Христа вцепиться, как кровоточивая, не имеющий возможности схватиться за ноги Христа, как кающийся блудница, такой человек всех боится и надежды не имеет. Он несчастен и бессмыслен. Паскаль говорил, что есть три рода людей. Одни счастливы и умны, те, кто знает Бога и служит Ему. Другие умны, но несчастны, те, кто ищет Бога, но пока не нашел Его. И третьи, безумны и несчастны, кто не знает Бога и не ищет Его. Вот вам три категории, которые, в принципе, умещается все человечество. Итак, Христос говорит юноше, как живому, юноша, тебе, говорю, встань. Встал, и отдали его матери, и был на всех страх, и сказали, не видели мы никогда такого, и пророк великий восстал нас. И еще одно подметьте себе, что начало чудес Господних – это свадьба, а продолжение чудес Господних – это исцеление. А вершина чудес Господних – это воскрешение. То есть Христу место на свадьбе, Христу место в больнице, Христу место возле мертвого. То есть Христа нужно звать на брак, венчание. Христа нужно звать в больницу, причастие, соборование, исповедание, молебен водосвятый, что угодно, к больному, там место Христу. И Христа нужно звать на похорон. То есть везде есть место Христу, где радуются и где плачут, Где страдают и где боятся. Христос посещает все места, где есть человек, и человек в своих крайних состояниях – это самое открытое к Богу существо. Он в радости должен быть открыт, и в скорби, конечно, должен быть открыт. Вот там 10 стихов Евангелия Луки. Воскрешение сына вдовицы из города Наин. И все. Если вы сейчас уйдете из храма, то вы уже унесете с собой самое главное из чтений. Еще самого Христа и через Евхаристию не унесете, но из чтений самое главное уже унесете. Но вы оставайтесь и продолжайте славить Спасителя, и постарайтесь на литургию смотреть и на воскресный день, как на школу опытного постижения главной истины – Христос сильнее смерти. Он выведет нас из гробов наших. Аминь.